Круглая дата. 20 лет назад заповедник Хортица получил статус национального. К юбилею в детском центре туризма и краеведения организовали творческий конкурс. В нем могут участвовать все жители области, независимо от возраста. Были бы желания и фантазии. С теми, кого уже вдохновила Хортица, общалась Инна Гогой. Нема на свете кращей места, чем Хортица, красавица. Ее роскошность, величная краса, милуют взгляды митца. 14-летняя Даша посвятила легендарному острову стихотворение. Его написала специально для конкурса, вдохновившись красотой и энергетикой запорожской достопримечательности. Уверена, не любить Хортицу невозможно. Это очень уникальный остров. Нам очень счастлива, что самый большой остров в Европе находится именно здесь. Мы с нашим гуртком часто ходим в походы, в частности Хортицу. И каждый раз она мне открывается по-новому, по-разному. Кроме стихов, на конкурс можно присылать фантастические рассказы, новеллы, публицистику и не только. Отобранные организаторами четыре десятка работ свидетельствуют, фантазии запорожцам не занимать. Тут есть рисунки, фотографии, стихотворения, песни, рассказы и даже мультфильмы. Мультфильм создали учащиеся Центр технического творчества «Грани» у нас в области есть. И это учащиеся, это школьники 10-11 лет вместе с своим руководителем. Ну, называется он «Легенды острова Хортица». Ну, там в основном посвящено каменным бабам, вот такого вот, как они произошли, как они на острове оказались. Ознакомиться с творческими работами и условиями конкурса каждый желающий может на сайте Запорожского центра туризма и краеведения учащейся молодежи. Заявки принимаются до 30 сентября. Присылать их можно по адресу улица Немировича, Данченко, 46А или по электронной почте. Авторам лучших работ организаторы обещают ценные призы. По итогам конкурса планируют издать сборник «Моя Хортица», куда войдут самые интересные и оригинальные творения.